Афроамериканец Мы с вами удивительный народ, у нас в жизни сплошные удивлялки Ставрополье, плакат через всю дорогу Я саду вашему желаю рая, купи навоз у Николая И внесу такой плакат, навоз по цене производителя Столб, на столбе листик и корявым почерком написано Покажу дыру в заборе ликероводочного завода Недорого Барселона, Испания А там наши приехали, туристы А там есть такой праздник, когда стадо быков выпускают на улице города И мужики от этого стада убегают Трое россиян с криками за ВДВ Развернули стадо быков обратно У меня сосед решил выяснить Правильно ли с нас берут деньги за горячую воду Проверил Оказывается, за те деньги, что берут только с нашего дома Можно вскипятить все озеро Байкал И напоить чаем всех китайцев Тракторист Петров пьяный уснул за рулем трактора И снес три барака А его наградили медалью за участие в государственной программе Снос ветхого жилья А наше образование, какая удивлялка Два пацана на остановке Один говорит, Толик, ты таблицу умножения выучил? Толик говорит, ну пока только первый куплет Внук, это не анекдот, это правда Пришел со школы, говорит, дед, что мы проходили по химии? Я говорю, что? Наши пестициды самые пестицидистые пестициды в мире И никакие их пестициды, наши пестициды не перепестицидят Мы всю жизнь жаловались, что идет отток мозгов Ввели ЕГЭ, отток мозгов прекратился Нет мозгов, нет утечки И последствия вот этого образования уже чувствуются Женщина пришла устраиваться на работу, отдел кадров заполняет там листок А там написано, род занятий Она долго-долго думала, потом написала Родов не было, занятия были По телевизору есть теперь специальный канал Там все время говорят Пришельцы, летающие тарелки Все, значит, прилетят, завоюют, поработят Да если они прилетят, наши мужики вмажут для храбрости Возьмут три бутылки самогона Пойдут знакомиться Перезнакомятся Попросят порулить Расхренячат их тарелку к чертой матери А эти пришельцы потом будут ходить по электричкам и просить милостыню А наши люди будут сидеть и говорить Зараза, допился на человека, не похож Наша чудная Елена Малышева Ей предложили хороший контракт на Западе Она говорит, вы что, на кого я ставлю русских людей? Буду лечить до последнего Старики у нас чудесные Деды во дворе отмечали день рождения одного из своих Дед поднялся с рюмка и говорит Надоело копить на похороны, буду жить вечно Другой дедуля, 80 лет, пришел в парикмахерскую А там барышня, красавица Вот такой бюст, декольте Она его стригла, он туда с ушами ушел в эту красоту Она стригла, стригла, потом говорит Отец, голову мыть будем? А он одурел от этой красоты Говорит, да что уж там, купай всего В Саратове Это реальный факт Судили деда-самогонщика А он такой дедулин наглый попался Говорит, гнал и буду гнать Прокурор говорит, посажу Сын будет гнать Сына посажу Внук будет гнать Внука посажу Дед говорит, а я к тому времени уже выйду После того, как ввели пенсионный возраст Устарели многие поговорки Вот помните это 45, баба-ягодка опять Помните? Забудьте Сроки сдвинули Теперь баба считается ягодкой 69 до 77 Потом идет изюм До 84 сухофрукта После 97 валежник Появились новые поговорки 67 пионерочка совсем 68 в ЗАГС тихонечко заносим 75 не кантовать Мы удивительный народ Родильный дом Мамочка, красавица Вот такое пузико Доктор подходит Говорит, солнышко А отец ребенка будет присутствовать в природах? Она говорит Нет, что-то он с моим мужем не кантачил Мы удивительный народ Спасибо